Наверное, одним из самых актуальных вопросов для авторов на Яндекс.Дзен, которые в принципе давно пишут, которые и не так давно пишут, остается один. Как заработать на этой площадке, если никак не получается? Кто-то зарабатывает сущие копейки, кто-то более-менее, но недостаточно, кто-то вообще ничего не зарабатывает, а кто-то даже не может выйти на монетизацию. Что делать, об этом мы сегодня и поговорим. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Вообще, признаться честно, большинство авторов, которые мне пишут и говорят, никак не получается заработать, и присылают свои каналы с просьбой посмотреть эти каналы, пишут там от силы, ну скажем, пару недель. Заходишь на их канал, а там статьи 3, 5, 10 статей, и ты им говоришь, парень, слушай, тебе бы для начала написать еще пару сотен статей, а потом уже обращаться с вопросом, почему не получается заработать. Ну то есть, для тех, кто не очень понимает, Яндекс.Дзен новые каналы практически, ну вообще не крутят. Вы пишите статьи, они не показываются, приоритет отдается тем каналам, которые уже давно на Яндекс.Дзен, у которых уже стабильная аудитория, у которых много подписчиков, которые уже давно там зарабатывают, вот им приоритет отдается, а ваши каналы на втором месте. То есть, чтобы ваш канал, скажем, вернее, ваша статья переплюнула ту статью с канала автора, который давно на Яндекс.Дзен, это надо еще постараться. У новых каналов, которые вы только что завели, на которых там 3 статьи, 10 статей, у них практически нет шансов, это должна просто мега крутая статья быть, Чтобы она переплюнула такой, скажем, канал старичок Но не стоит отчаиваться Сам Яндекс.Зен на одном из Зен понедельников говорил, что нормально канал начинает раскручиваться, ну где-то через полгода Многие начинают по этому поводу переживать и говорить, ну полгода слишком много Да, наверное, залететь по-быстрому на Яндекс.Зен и заработать тут бабла так же по-быстрому не очень получится Но даже для тех, кто сейчас говорит, что в свое время было намного проще Такие авторы, как ты, Игорь, зашли в свое время вовремя и смогли быстро начать зарабатывать Это на самом деле не так, я где-то около года практически ничего не зарабатывал Если я не ошибаюсь, за год я там заработал, ну, тысячи три, может быть, четыре Это вот за целый-целый год, что я писал регулярно, выкладывал статьи каждый день Причем у меня тоже был не один канал, у меня было три канала Первый канал, причем Игорь Кретов, который я его вывел на монетизацию, наверное, примерно где-то за год И у него как раз была одна из проблем каналов новичка Это связано с темой То есть тема очень-очень важна для канала, который только что появился На канале Игорь Кретов была проблема с темой О темах, на которые не стоит писать, я подробно говорил в прошлом видео, в подсказках прикреплю Если кому лень смотреть, вкратце объясняю Канал обо всем, это канал ни о чем То есть не стоит писать обо всем подряд Выберите одну конкретную тему, причем можно довольно широкую Наука, история, фильмы, неважно Пишите на нее, даже путешествия, даже личный блог У личного блога, кстати, есть преимущество Можно писать на разные темы, но вроде от своего имени Вроде как с уникальными фотографиями Вот, но я не ограничился одним каналом Помимо личного блога, вот этого, который не был личным блогом А скорее был каналом с интересными фактами Канал про интересные факты, это не очень, сразу говорю Так вот, на тот момент это был канал интересные факты А не блог Игоря Кретова Помимо него, я завел еще канал по истории И канал про сказки Сказки, конечно, не пошли, но на монетизацию я вышел Что на канале по истории, что на канале со сказками Ну, буквально там за пару недель В отличие от канала, который вот сейчас Игорь Кретов Который был обо всем Так что четко выбранная тема позволит вам быстро выйти на монетизацию Но если вы вышли на монетизацию, это не значит, что вы будете здесь зарабатывать Как показала практика, на канале по истории я вот не смог зарабатывать где-то год Ну, 4 тысячи где-то за год, это не деньги На канале со сказками, дай бог вспомнить, но там несколько сотен, наверное, рублей я заработал Под конец стало нормально там зарабатывать, потому что перешел на некоторых статьях на контентный спам На контентном спаме пришло много денег, но канал буквально через 3 дня забанили В общем, канала со сказками не стало, и он сейчас даже не работает Яндекс.Зен не захотел его разблокировать О том, как все это происходило, у меня есть видео в подсказках, прикреплю, посмотрите, если интересно Как накрылся медным тазом мой канал со сказками В общем, первая и главная ошибка, как мы выяснили, у каналов, которые не могут заработать, это выбор темы То есть, если тема не популярна, если вы пишете непопулярные статьи, неинтересные статьи Либо обо всем подряд пишете, то заработок может и не прийти, скажем так Но опять же, возьмем мой канал по истории Это был, впоследствии, самый прибыльный канал Но дело в том, что год я не мог заработать И тут как раз дело в выборе заголовков и в выборе тем То есть, на интересные темы люди читают История, она такая многогранная И то есть, определенные периоды, скажем, вот в истории Всех интересует какой-то советский период Какие-то битвы, военные конфликты Какие-то люди, какие-то интересные факты Как раз вот это вот был канал с интересными фактами по истории Но не такими интересными фактами, сколько было солдату Наполеона Нет, можно находить что-то реально прям интересное Ну, как я много раз приводил пример Там, взять заголовок За что Наполеон наградил пленного русского солдата Который попал к нему в руки Ну, как пример Не знаю, было ли такое на самом деле или не было Но вот сами думайте Я вам направление для мышления задал Тут ведь какой момент Если думать не будешь, то и зарабатывать не будешь Если сам не научишься заголовки писать, то никто тебе не поможет Чего точно не стоит делать Это прям брать какие-то статьи из интернета Там, не знаю, пять правил успеха Или чего-то такое по психологии и переписывать своими словами Причем еще заправляя какими-то картинками с Pixabay Такие вот картинки, очевидно, глянцевые Очевидно, отфотошопленные Они прям отталкивают от статей Которые прям видно, что постановочные Которые прям видно, что не настоящие И с таким вот заголовком Пять правил успеха Они прямо отталкивают посетителей Не знаю, почему и как это работает То есть, лучше взять какое-то, может быть, не самое качественное изображение Но более-менее уникальное изображение Самый лучший вариант, если вы ведете, скажем, личный блок И самостоятельно делаете фотографии Понятное дело, что на канал по истории Уникальные снимки уже не сделать Ну вы же не возьмете машину времени Не отправитесь в прошлое И не сфотографируйте Хотя это бы, наверное, обеспечило прям бешеный успех вашему каналу Тем не менее, это невозможно И тут многие задаются вопросом А стоит ли делать уникальными снимки Которые вы нашли в интернете Ну то есть, некоторые Отзеркаливают их Как-то переворачивают Укорачивают Лично я таким не занимаюсь Единственное, чем я занимаюсь Это если там фотография вертикальная А мне нужна горизонтальная Я могу, конечно, ее подрезать где-то Сделать размеры под Яндекс Дзен Чтобы она адекватно отображалась Там маленькую фотографию Может быть, чуть-чуть растянуть Но если большего размера нигде не находится Это да, я могу сделать Опять же, если вы чуть-чуть изменили фотографию Она не стала вашей Вам все равно лучше указать источник И то, если автор против размещения Если у вас авторских прав на эту фотографию нет И автор пожалуется То это вас никак не защитит Вашу статью забанят за то, что вы украли чужую фотографию Это нужно всегда помнить Да и уникальность в данном случае Вещь такая, довольно спорная Вот возьмите вашу уникальную фотографию Которую вы, как считаете, уникализировали И попробуйте ее поискать через поиск по картинкам Он вам выдаст точно такие же фотографии Так что есть ли в этом смысл? Нет ли в этом смысла? Каждый решает сам Но лучше просто указать источник И сделать все по-честному Другое дело, что с историческими фотографиями Немного все попроще На многие из них уже нет авторских прав Многие из них уже принадлежат общественному достоянию То есть их можно использовать Но не все, опять же У многих остается автор И здесь следует соблюдать закон об авторском праве Это я к чему так много времени уделил фотографиям Потому что, если у вас на канале Не очень качественные, не очень хорошие Какие-то постановочные, какие-то глянцевые Такие вот непривлекательные фотографии То, скорее всего, одна из проблем Почему вы не можете заработать Как раз в этих снимках Не стоит бездумно брать и вставлять Все, что вы видите в интернете А фотографии очень-очень важны Попробуйте написать какую-то статью И не вставить туда ни одного снимка Кто ее будет читать? Довольно мало народу Даже если у вас очень привлекательный заголовок Даже если у вас очень качественный текст Но не стоит думать, что если вы придумали классный заголовок Если вы вставили классную фотографию То все, успех пойдет Важен, конечно, и сам текст Некоторые пишут, говорят Почему меня не читают? Никто не смотрит Подскажи, как мне исправить ситуацию Я захожу на канал, читаю текст И понимаю, что человеку нужны не курсы какие-то по Яндекс.Зену понимать А курс школьной программы У 9 классов заново пройти Потому что в каждом предложении по 10 ошибок Иногда даже в банальных словах по несколько ошибок Это как в анекдоте Как сделать в слове из трех букв 4 ошибки Очень просто В слове еще написать его как из чо Многие думают, что это анекдот Но на самом деле такие люди действительно встречаются И такие люди часто пытаются писать на Яндекс.Зен Если с орфографией и пунктуацией у вас не очень Но писать очень уж хочется Попросите хотя бы маму вас исправить Ну, либо кто у вас там понимает в русском языке Также очень важна разбивка текста на абзацы Многие почему-то про это забывают Но попробуйте прочитать один длинный текст Который идет одним слошным абзацом Устанете Так же здесь и с предложениями Не нужно быть Достоевским и писать одно предложение на всю страницу Как говорила одна моя преподавательница в ВУЗе Лучшая запятая это точка Какие-то короткие предложения чаще лучше Чем одно длинное какое-то с запятыми Читать просто проще Но даже если вы выполните все эти рекомендации Даже если все ваши тексты будут очень хорошие Картинки подобраны правильно Заголовки идеальные То нужно все равно понимать, что вашему каналу нужно время На то, чтобы собрать свою аудиторию На то, чтобы как-то начать индексироваться Тем же алгоритмом Яндекс.Зена На то, чтобы вас заметили На все это нужно время Причем иногда немаленькое Поэтому нужно все равно продолжать писать Стараться писать хотя бы по одной статье Раз в день Если не получается Ну, минимум три статьи в неделю Иначе ваш канал будет плохо крутиться На своем опыте проверял Иногда у меня несколько статей Успешных, хороших там И канал начинает приносить, ну скажем, по 800 рублей в день Стоит только перестать писать Следующую неделю я ничего не пишу Допустим, все На канал сразу падает И по 80 рублей в сутки приходит Канал больше не крутится То есть для успеха нужна регулярность Для успеха нужно постоянно писать Именно поэтому нужно выбирать такую тему Которая интересна в первую очередь вам На которую вы сможете писать И на которую не закончится материал И самое главное Если вы будете писать каждый день То это, конечно же, опыт Вы поймете, какие заголовки у вас заходят Какие темы у вас заходят Что интересно читателям Что не интересно читателям Как я уже сказал Заработать по-быстрому здесь не получится Так что пришел Там недельку пописал И все И тебе доход пошел Нет, не будет так Именно поэтому не стоит размениваться На всякие кликбейтные заголовки На всякую желтушную там тематику Потому что, скорее всего Когда со временем вы выйдете на монетизацию Дзен вам это припомнит И просто не возьмет вас в нирвану Потому что скажет Что в каких-то местах нарушено правило Вам придется все это вычищать Вам придется над всем этим работать Искать, где что было не так А зачем вам это нужно? Будем честны Авторы нирваны зарабатывают чуть больше Чем обычные авторы Если что, я в нирване не состою Меня не взяли из-за того Что на некоторых каналах были нарушения Ну и, наверное, самый главный совет напоследок Почему-то которым многие пренебрегают Но, тем не менее, повторю его Если вы не знаете, как выбрать тематику Если вы уже выбрали тематику Но у вас что-то не идет Поищите на том же Яндекс.Зене Такие же примерно каналы Такой же тематики Которые вышли на монетизацию Которые довольно успешны Которые нормально зарабатывают Можно даже несколько каналов взять И посмотреть Как они пишут заголовки Как они оформляют свои тексты Где они берут свои изображения Какая у них стилистика Сама по себе написания статей Копировать эти каналы не надо Переписывать их тексты своими словами Тоже не надо Но хотя бы понять общий смысл Понять общий принцип Главное, как они составляют заголовки Как они ведут эти каналы Какая там периодичность выхода статей Что в них уникального Что привлекает Почему бы вы сами хотели прочитать эти статьи Если у вас канал похожей тематики То вас, наверное, интересует эта тематика И почему вы хотите читать эти статьи Которые там выложены Что в них интересного Вот этот вопрос главный Себе задайте И попытайтесь сделать примерно так же Опять же, без какого-либо плагиата На мой взгляд, довольно дельный и полезный совет На который все забили Вот Ну а у меня на этом все Подписывайтесь на мой канал На инстаграм тоже подписывайтесь До новых встреч, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok